Друзья, здравствуйте! Начинаем нашу очередную встречу. Встречу, посвященную ответам на ваши вопросы. У нас есть два типа встречи. Одна – это дыхательная сессия, когда мы активно дышим 30-35 минут с целью оздоровления, повышения энергетики и защиты от COVID-19. А вторая – ответы на ваши вопросы. Сегодня у нас подоспела тема «Ответы на ваши вопросы». Я набрался десяток вопросов, так что я постараюсь на них ответить. Сразу отвечу, что я не целитель, не врач, не доктор. И вопросы с какими-то конкретными заболеваниями, откуда они взялись, это не ко мне. Я в этом ничего не понимаю. Сам иногда пользуюсь услугами докторов. Редко, правда, но бывает. Поэтому, пожалуйста, вопросы с психологическими, психологические вопросы – это ко мне. А вопросы, связанные с каким-то конкретным заболеванием, откуда взялось, что с ним делать, не знаю. У нас будет тренинг по здоровью. Мы там будем открывать канал «Общение с подсознанием» и задавать вопросы по здоровью. Пожалуйста, приходите на тренинг. Он начнется 8 февраля, по-моему. Надо зайти на сайт тренингового центра «Свияш-сентр.ру». «Свияш-сентр.ру». Тренинговый центр. Вот, посмотрите объявление о тренинге по здоровью. Я буду один из ведущих. Там доктор будет профессиональный. Три человека будут вести доктор. Я и Юлия Тарасова психологическую часть. Я думаю, что вам будет полезно это, и, возможно, ваше заболевание пройдет. Итак, вопросы. Первый. В чем разница между пошаговой программой прощения и дыхательными практиками? Не знаю, что выбрать. И почему людям старше 50 лет ограничение? Юлия. Смотрите. Пошаговая дыхательная практика – это одно упражнение. Называется эффективное самопрограммирование. Когда вы вставляете размертную форму прощения и загружаете ее в себя. А пошаговая программа – это комплекс мероприятий. Там шагов, я не помню, сколько это пошаговое. Там тоже, конечно, за основу взято эффективное прощение. Но там еще добавляется 5-6 различных шагов, предварительных рекомендаций, как правильно составлять форму прощения, примеры форму прощения и так далее. Пошаговая программа – это большой такой цикл занятий на несколько месяцев. А дыхательная практика – это вы заходите на сайт Сфияшу, например, нажимаете кнопочку «Чистка себя», оплачиваете там тысячу рублей в месяц, по-моему, и работаете с этим, с прощением. Там есть развертая форма прощения, есть дыхательный тренажер. Но рекомендаций там значительно меньше будет. Пошаговая программа – это большой комплекс действий. Практика – это одно из упражнений, которые входят в подшаговую программу. Примерно так. Старше 50 лет ограничения, потому что нужно активно дышать, и далеко не все люди по состоянию здоровья могут активно дышать. Поэтому мы вводим примерное ограничение. Реально, мне вот уже 68 лет, я дышу несколько раз в месяц. У меня на тренинге была женщина, которая была 70 или 80 даже лет, я уж не помню. Она дышала, как паровоз. Она такая сухая, йоговская схватка. 70 все-таки или 80, я уж не помню. В общем, меня поразил ее возраст. Но дышала она лучше всех на тренинге, потому что она дома это практиковала. То есть, если здоровье позволяет, конечно, вы можете рискнуть, но мы рекомендуем все-таки более молодым людям, более здоровым, потому что активное дыхание на начальной стадии особенно дает иногда сложные последствия, которые нужно преодолевать, и нужно иметь некоторое здоровье для того, чтобы это сделать. Мы сейчас пробуем другую технику. Не активное дыхание. Зачем нужно активное дыхание? Ну, конечно, хорошо его используют, потому что оно чистит тело. Вот за счет потоков энергии это получается, как из такой дыхательной практики терапевтической, психотерапевтической. Или холотропное дыхание, или ребефон. Делюдия только дышит, никаких форм прощения не повторяет. Ну, там нужен длительный сеанс, нужно там 20-30 часов подышать, тогда человек чувствует себя хорошо. Ну, это для молодых и здоровых, я скажу. А можно еще вот, мы используем активное дыхание для того, чтобы выключить наш внутренний контролер, наш разум. При повышении энергетики, во время активного дыхания энергетика повышается, а наш внутренний разум, значит, наш внутренний контролер входит в легкое забытье, мы входим, то есть мы входим в легкое транссостояние, транссовое состояние, и в этот момент наши команды проходят прямиком там к рептильному мозгу или в подсознании. Но можно и другими путями, наверное, делать. Например, есть известный американский тренер, сегодня забываю фамилию, но бог с ним. У меня знакомая ездила к нему на тренинг, она говорит, на тренинге было 13 тысяч человек, 4 дня. Стоит он, бог знает, сколько там, 5000 евро, по-моему, или долларов. Вот. И что они занимались? Она говорит, все время были, это, она анализировала, она очень рациональная человек, она как бы не очень-то впадала в это состояние. Переводили людей в детское состояние. Всякие упражнения, прыгать, музыка, хохот, значит, шутки. И между делами, значит, когда люди танцуют, либо выполняют какие-то детские упражнения, там Гиктор в этот момент диктует нужные команды поведения. Я успешен, у меня бизнес получается, у меня высокая энергетика, я свободен, я достигаю своей цели. То есть идет программирование в состоянии вот такого радостного возбуждения. Вот, я попробовал на сайте поместить вместо дополнительной к музыке активного для активного дыхания смех, запись смеха. Вот, вы можете попробовать, напишите, что получится, там есть кнопочка мелодия, по-моему, справа вверху. Если нажать на треугольничек, то там можно выбрать смех. Нажимаете смех, вместо музыки для дыхания входит просто смех, ржачка там, люди смеются. Включаете на максимальную громкость и начинаете хохотать вместе с этой музыкой. Правильно, включаете воспроизведение своих фраз, они воспроизводятся. Но вы фразы не повторяете, вы просто дышите, вы просто смеетесь, то есть не дышите, вы просто смеетесь, можете прыгать, радоваться. Ну, если окружающие вокруг нас не посмотрят, что вы сумасшедшие, сумасшедшие. Вот, максимально войти в радостное детское состояние, вот как трех-четырехлетний ребенок. Вот, и в этом состоянии просто слушать, а с компьютера будут непрерывно идти вот эти самые нужные вам фразы прощения, либо фразы позитивного утверждения, либо формулы цели. Можете попробовать. Я думаю, что для людей, кто по состоянию здоровья не может заниматься активным дыханием, может использовать эту технику. Она, конечно, будет менее эффективной, потому что мы не можем создать вот эту четырехдневную, сказать, атмосферу детства. Вы сами будете, значит, должны смеяться, заставить себя смеяться, но для этого мы помещаем запись смеха. Но это будет всего там минут 30-40, сколько вы сможете там просмеяться. Эффективность будет, конечно, ниже, но тем не менее, возможно без дыхания тоже попытаться загрузить все нужные вам программы. Так, идем дальше. То есть вы поняли, что пошаговая программа – это более длительный инструмент, нежели просто дыхательная практика. Дальше. Следующий вопрос. В период, когда все границы стали закрытыми, мне пришлось вернуть билеты. Ну, понятно, что купил билеты, потом в марте, когда там закрылись границы, АК принял заявку на возврат. Авиакомпания, да. Но деньги не возвращать не спешу. Его предлагал сертификат, к которому я отказывалась. В итоге сначала неизвестные выписали сертификат с моего бронирования, с которого потом были списаны деньги. Авиакомпания сама устранилась от решения возникшей ситуации еще на этапе выписанного сертификата. Как так, как ей было выгодно раздать сертификаты. А там, как дальше будет, я уже не волновал. Сейчас уже общаюсь с полицией, но ощущение такое, что если ей работать, то полиция только поставление не пишет. А реально работу не проводит. Понимаю, что, скорее всего, пытаюсь развенчать какие-то мои идеализации, как эти мошенники, так и полиция, но не могу толком понять, какие. Есть такое мнение, что если потеряешь деньги, то это вместо того, чего-то более важного для тебя. Ты их потерял, говорят, спасибо, что деньгами ходят как-то. В какой-то степени я уже смирился с этой потерью. Хочется понять причину, чтобы в будущем таких потерь не было. С одной стороны, вроде жива, здорово, могу зарабатывать, работа пока имеется. С другой стороны, потерянный сумок вилет моей зарплате за месяц. Что-то честно для меня. Спасибо за ответ, Татьяна. Татьяна, смотрите, бывают такие ситуации, которые называются форс-мажор. Вот эпидемия ковида – это форс-мажор мирового масштаба. Это мировая эпидемия, в ходе которой банкротились тысячи предприятий в разных мировах. Авиакомпании, конечно, все посыпались, потому что самолеты перестали летать. А летчиков нужно кормить, аэропорты нужно содержать, или механиков нужно содержать. То есть ушли в убыток, и некоторые, наверное, разорятся. То есть это глобальная катастрофа. Но вы как бы подходите к своей точке зрения, даже написали заявление в полицию. Бедные полицейские, я просто сочувствую. Что они могут сделать с авиакомпанией там? Будь то это какой-нибудь аэрофлот или кто-то еще. Я тоже потерял билеты. Я скажу, что у меня была в марте, по-моему, или в апреле прошлого года путевка за рубеж. Вот поездка туристическая. Туристическая фирма вроде бы сказала, что мы поездку вам сделаем, броню гостиницу сняли. А авиакомпании у меня зарубежные были, и, естественно, они, так сказать, просто сделали вид, что ничего не знают, и все. Я потерял там тоже месячную зарплату, может, поменьше. И таких, как мы с вами, значит, таких миллионы людей, сказать, во всем мире, десятки миллионов. И ходить в полицию писать заявление на авиакомпанию, которые мошенники, они не мошенники, они такие жертвы, как вы. И когда вы требуете от них денег, они говорят, а где мы возьмем? У нас люди не летают, у нас самолеты стоят. Мы сами платим за аренду самолетов. Они же самолеты все в лизинг берутся. Нужно платить за аренду площадей, сказать, мы платим, значит, механикам, летчикам содержим, чтобы они не ушли от нас и так далее. И в итоге мы в минусе. Откуда мы возьмем вам деньги, как мы их вернем? Вас как бы это все не интересует? Вы вот с их личной позиции пошли написать в полицию. Позиция официально, значит, форс-мажор на мировом уровне не был объявлен, поэтому полиция не может вам отказать, но сделать она ничего не может. Она не может вытребовать деньги с авиакомпанией, потому что они являются мошенниками, а являются точно такой же жертвой, как и вы. Значит, какая у вас идеализация? Поскольку у вас есть недовольство, значит, все мошенники, я всех разоблачу, это, наверное, идеализация способности, что я знаю, как должно происходить, и все будет так, как я. Идеализация контроля, да. Что, сказать, если мне кто-то забрал деньги, то он и не вернул, то я ему покажу, сказать, и с ним будет все плохо. Ну, это мировая ситуация, сказать, и нужно понять, что, сказать, вы тут ни при чем совершенно, никто вас специально не обманывал, все являются тотальными жертвами, и деньги, скорее всего, нужно списать просто. Ну, то есть борьбу за них можно продолжить, но, конечно, не путем вхождения в полицию. Заберите у них заявление, пожалуйста, потому что они совершенно беспомощны в этой ситуации, это не их уровень. Если бы у вас из кармана кошелек вытащили, это был байк из задачи, а тот авиакомпания не смогла выполнить рейс, потому что, значит, правительство запретило, значит, полеты, и страны, куда лететь, они запретили, значит, прилетать. Ну, это совершенно не дело полиции, и у них просто висит неразобранное дело, с которого они не знают, как отделаться. Вот, поэтому деньги потеряли все, видимо, слишком сладко жили, и, как бы, такой, так сказать, мировой процесс разрушения нашей, так сказать, картинки мира, каким должен быть мир. Вот. И в будущем таких потерь избежать невозможно, каким бы контролером не были, как бы вы, так сказать, не пытались все держать под контролем, потому что мало ли что, сейчас у нас были, я тут смотрю одно видео, были у нас эпидемии, сейчас вирусная, да, а была, ну, в общем, другого происхождения, и врачи научились убирать бактериальные, по-моему, бактерии, да. Бактерии более сложная вещь, нежели вирус. Вирус мелкий, он сегодня мутирует, а бактерии, они большие, и, значит, люди с ними научились бороться, с вирусом не умеют бороться, потому что эпидемии вируса были краткие, свиной грипп, там что-то еще, но вот сейчас такая глобальная катастрофа. И они будут повторяться, скорее всего, потому что пришел новый поток вирусов, нового происхождения. И вы не можете, чтобы потери не было, нужно деньги держать в кулаке только. Как только вы их отдали кому-то, то никакой, сказать, гарантии, что именно те, кому вы отдали, они выполнят свои обещания. Даже в магазине отдали, вам дали хлеб, разломили, а там мышка дохлая внутри лежит. А ну, правда, пойти можно в магазин, претензии, да. Но хотя они не отвечают за качество того, что внутри товара, они ответили за то, что снаружи. Поэтому нужно допустить, что мир ненадежен, что, сказать, в мире, значит, бывает все, и вы готовы к любому развитию событий, и, значит, изменить ситуацию не так, как вам хочется, должно реагировать спокойно, доброжелательно и искать, конечно, способы защиты своих прав по возможности, но они испытывают при этом эмоциональный негатив, потому что мир непредсказуемый, он все время меняется. Им появляются новые угрозы экономические, вот, бактериологические, какие-то еще вирусные, и защитить себя невозможно никому. Вот, вот он, этот самый певец американский, как боялся бактерий всяких, у него Джонсон, что ли? Вылетает из головы. Вот, машина у него была скондиционирование воздуха, дом у него был скондиционирование воздуха, из машины он сразу в дом заходил, он боялся добавить какую-то болезнь. Ну, в итоге, иммунная система просела совершенно, она не боролась ни с кем, и когда доктор перепутал, дал ему не те лекарства, он уже не выдержал лекарства и умер. Вот, поэтому, в молодом возрасте. Поэтому, как бы, нужно быть готовым к любому развитию событий, относиться спокойно и отстраненно к этой ситуации, искать возможность, конечно, защитить свои права, но если такой возможности нет, не испытывать претензии, потому что претензии к жизни, к Богу, к вселенной, которая, сука, такая вот, устроила эпидемию специально на зло вам, чтобы вы потеряли свои деньги. Ну, на самом деле, это не так, конечно, вот, но ваш внутренний посыл примерно такой, то есть претензия к Богу, претензия к жизни, претензия к ситуации, потому что мир вышел из-под вашего контроля. Расслабьтесь, поработайте с идеализацией контроля. Отпустите немножко ситуацию, живите более спокойно и более спокойно относитесь к происходящим в мире событиям. Конечно, защищайте свои права, но, значит, только в той мере, в которой это вам доступно, а не преувеличивайте ваши возможности, вы не Господь Бог. Примерно так. Поработайте с прощением жизни и поработайте с идеализацией контроля. У нас есть специальный аудионастрой на отпускание идеализации жизни. Обычно, как бы, переживание бывает, когда кто-то умер, умер или заболел сильно, кто-то из близких людей, и люди не могут никак успокоиться, почему так произошло. Вот, ну, у вас деньги на билет пропали. Вот, это одна из... И вы погрузились длительные, я так понимаю, уже целый год переживание, раз вы письмо написали в конце этого года, вы или это пропали уже год назад почти, то есть вы накопили кучу эмоциональной грязи в ситуации, где совершенно вы ни на что не можете повлиять. Никто не может повлиять. Вот, поэтому расслабьтесь, поработайте с прощением жизни, с прощением себя, и рекомендую вот взять настрой на работу с идеализацией контроля, ну, либо купите его, чтобы его правильно, просто послушайте, ну, часов 150, не меньше. Либо, значит, посмотрите, какие там используются позитивные тверждения, какие там фразы, внутри настроя там примерно 80-100 фраз, и повторяйте эти фразы, повторяйте, повторяйте про себя, либо с дыханием, активным, либо без дыхания, но, в всяком случае, это поможет вам в следующий раз более спокойно относиться к ситуации, когда произойдет что-то, что вышло из-под вашего контроля. Примерно так. Идем дальше. Елена, 46 лет, считалась всегда счастливой и удачливой, закончила школу медучилище, институт, вышла замуж, родила ребенка, работала в бюджетном учреждении, прошла все ступени управления до директора, работала директора была, понятно, та, да и я, замдиректора 8 лет, исполняла эти функции, два года начала ощущать постоянный дискомфорт, напряжение и недовольтворение. С этого времени пошло все не так, стало повышаться давление, головокружение, бессонные ночи. Приняло решение уйти с работой, мне было 40 лет, около 40 лет, да, около года сидела дома, стало скучно, организовывала свой бизнес, основываясь на своем хобби, шитье. Швейная мастерской, 5 лет, 5 штатых единиц, есть клиенты и заказы, есть и трудности, которые мне нравится преодолевать. Так, но нет радости от жизни. Мне кажется, что я не туда иду, бизнес не занимает более 12 часов в сутки, бизнес не радует, занимает более 12 часов в сутки. Времени на отдых и личную жизнь мало, доход у бизнеса пока невелик, так как вкладываю в развитие, муж все во всем поддерживает, сын вырос, женился и не нуждается в моей заботе. Одним словом, потеряла все координаты. Живу как всем, не хорошо, не плохо, удовлетворения нет, состояние преследует около 7 лет. Подскажите-ка, если какая-нибудь методика себя встряхнуть, хочется вернуться и радостно уверенно. Радостно уверенно. Смотрите, Елена, ситуация такая, что человек испытывает вот целое радостное возбуждение тогда, когда он преодолевает какие-то сложности. И он достигает чего-то, самоутверждается и получает эту радость. Не зря же, собственно, на работе рекомендуется большинству людей менять место работы примерно через 6-7 лет. Я, например, вот сейчас последним застрял уже на 20 лет, а до этого я через каждые 6-7 лет не надоедало чем-то работать. Я бросал это и занимался другим совсем. Вот я кандидат технических наук, сделал диссертацию в области техники. Мой научный руководитель стал ректором института, я мог бы стать доктором технических наук, потому что там, собственно, проблем у меня было. Но мне это стало неинтересно, техника, и я ушел в педагогику, потом ушел в психологию, значит, эзотерику, потом в психологию. Вот. И меняю направление деятельности. Ну, у меня есть плюс, потому что я не привязан к одному месту, к одному месту работы. Я пока учился в школе, у меня отец военный, он все время переезжал. Я пока проучился 10 классов, я сменил 8 или 9 школ. Каждый год почти менял школу. Нет такой привязанности к какому-то виду дела. Сложнее тем людям, которые 10 лет ходили в одну школу, учились в одном классе, потом школьные друзья всю жизнь, сказать, являются друзьями. У моей первой жены такая ситуация. Значит, я не знаю, как вы воспитывались, но человек боится менять, он привязан к чему-то, ему кажется, что тут надежно, тут безопаснее. Но удовлетворение человек получает от того, что он преодолевает что-то. И вы так же написали, есть клиенты, заказы, есть и трудности, которые мне нравятся преодолевать. Вот, то есть вы, значит, преодолеваете, и когда возникает какая-то сложность, то что у нас происходит? Рептильный мозг чувствует, что опасность, вы взялись за какое-то дело, взялись за бизнес, что-то еще. Значит, нужно заказ срочно сделать, времени не хватает, там знаний не хватает, что-то еще. Вот, и рептильный мозг приходит во помощь, он дает вам состояние азарта, он переводит вас в возбужденное состояние, чтобы вы преодолели эту, значит, сложность. Собственно, переход с одного, если вы работаете на предприятии, где-то должность какая-то, вы переходите по карьере, растете, либо переходите в другое дело, по горизонтали перемещаетесь. Но каждый раз нам должно быть что-то новое, чтобы какая-то трудность, которую вам нужно преодолеть, и доказать себе, что вы с этим можете справиться. Вот обычно у людей, вот этот, от момента того, когда он оказывается на новом месте, до момента, когда он уже говорит, мне все схвачено, я все знаю, мне скучно, потому что ничего нового нет, все одно и то же, нет тоска берет. И вот люди, которые застряли в этой тоске, им, конечно, жить тоскливо, я им сочувствую, потому что они не получают кайф от того, что делают, они просто ради выживания, ради денег, они выполняют одну и ту же работу, которую они выполняют уже там 20 лет, их от этого подташнивает, но куда деваться, кушать-то хочется, вот поэтому они этим занимаются. Вот, а что можно посоветовать? Создавайте себе искусственные сложности, ставьте перед собой такие цели, которые вы, значит, быстро решить не можете. То есть, вот у вас мастерская есть на 5 человек, возьмите какой-нибудь заказ, я не знаю, откройте какое-то новое направление, так, чтобы у вас был драйв, блин, получится, не получится, могу, не могу, куда пойти, сказать, что делать, куда бежать, вот, как правильно реклама устроить, там, вот, поставьте себе цель заработать, потому что у бизнеса никакие деньги, которые, как бы, спокойно приходят. Да, 12 часов вы работаете, это значит, что неправильно организация труда, вы не умеете делегировать, полномочия управляете, вы не управленец, вы, как бы, тот же самый сотрудник, просто вы считаетесь хозяином бизнеса, на самом деле, реально работаете, наверное, еще больше ваших сотрудников, по 12 часов. Ну, вначале бизнес так бывает, но 5 лет вы уже делали, и у вас все продолжается, это значит, вы не растете как руководитель, вы не растете как предприниматель. Ваш бизнес все растет, и вам тоскливо, что еще в ближайшие, там, 30 лет будет одно и то же, вы будете работать по 12 часов, не зарабатывать, не зарабатывайте вы, потому что вы неправильно организовали свой бизнес. С моей точки зрения, значит, нужно модернизировать ваш бизнес, нужно поставить перед собой цели, которые вас будут вдохновлять, и ломануться к ним, и ваше организм даст вам энергию, значит, и удовлетворенность с собой, да с своими достижениями, своими результатами. Иначе никто нас развлекать не будет, вы никому, четко никому не нужен, по большому счету, он может вести бизнес, он может ходить на работу, он может лежать на диване, он может жить, он может умереть. Все пофигу, душа бессмертна, сказать, вы умерли, но через некоторое время снова родитесь, и вы снова будете как-то жить. Поэтому, значит, если вы уже пришли в эту жизнь и живете, значит, жить не хорошо, не плохо, это, ну, как бы, вы можете сделать такой выбор? Есть же люди, которые живут депрессией годами, полной нищете, в чем-то еще, сказать, ничего не делают. Человек имеет право сделать любой выбор, никто ему не укажет, потому что, так сказать, ну, важно, чтобы он там эмоциональной грязи не накопил, потому что, когда там мы помрем, придем на тот свет, скажешь, ну, ты радовался в том мире, в котором ты жив? Нет, ты вот ходил недовольный, ты, сказать, ходил с кривым лицом, ты, сказать, проклинал все. Почему ты проклинал? У тебя же был бизнес, почему ты его не развил? Почему он у тебя такой, сказать, пять лет был один, а на пять человек? Почему он не стал тебе на пятьдесят человек, или на пятьсот человек, или на пять тысяч человек, у других-то? Вон как все идут. Потому что они шевелятся, что-то делают, двигаются, а ты что делал? Ты ничего, сиделась в стороне, ой, развлеките меня, пожалуйста. Некому нас развлекать, мы сами должны ставить перед собой цель, сами придумать себе задачи и сами должны их, так сказать, реализовывать. Вот жизнь так устроена, внешних развлечений нет. Ну, бывают внешние развлечения, говорят, детей нужно вырастить, да, но у вас уже эта задача отошла. Когда у вас там маленькие дети, их нужно кормить, их нужно содержать, их нужно воспитывать, вот внешнюю задачу, потому что 100 людей находят задачи в этом. Ну, мы уже это переросли, ребеночек уже вышел из-под контроля, вот, больше забеременеть, наверное, сказать, не будет. Так что, женился, не нуждается в моей заботе. Ну, можно, конечно, вляпаться, там, лезть, начать воспитывать внуков, пытаться, если у него есть, если нет внуков, начать его пинать внуками, ну, как многие развлекаются. Вот, ну, это плохой путь, лезть в чужую жизнь, отравлять людей, это конфликтовать и так далее. Поэтому, если вам нравится шитье, то вы неправильно его организовали, вы, значит, стали рабочим на своем предприятии, нужно стать руководителем. Это не так просто, нужно поставить перед собой цель, накачать себя, снять, ну, по работе, конечно, с прощением, снять осуждение себя, недовольствие, претензии жизни и, значит, выбрать цель какую-то и начать ее, значит, ну, цель, почему можно и в хобби выбрать, и по работе, но в данном случае, поскольку вы шитье вам нравится, я думаю, что нужно просто цель увеличить свой бизнес. Сходите на тренинги по бизнесу, по развитию бизнеса, развитие бизнес-предпринимательских качеств. У вас нет рискованности, надо быть, вы директором были, но это в рамках какого-то, значит, определенного функционала, сказать, вы не отвечали за все. А когда вы стали отвечать за свое предприятие, у вас, вот вы не ведете себя как директор, потому что вы не спорте с вашей навыки руководства, вот, нет развития бизнеса. Нужно поставить дочь развития бизнеса, и у вас будут развлечения, но будет, Бог знает, такое количество времени. Ну, сходите к Аязу Шамсуддинову на тренинг в лайк-центр, там 40 тысяч рублей это стоит, значит, но там атмосфера, там, может, материалы не очень, сказать, качественные, ну, там атмосфера такая, возбуждение, драйва, сказать, период, период, сказать, давай скорее, сказать, и там он, собственно, расскажет, как правильно выбирать нишу бизнеса. Вы шьете что-то, но за пять лет вы не развеетесь, значит, вы выбрали неправильную нишу бизнеса. Он вам подскажет, как правильно выбрать, даже в вашей, в вашей пошивной, сказать, деятельности, как правильно выбрать то направление, которое приносит доходы. Может, нужно шить палатки, может, нужно шить плащи, Может быть, нужно что-то еще делать То есть он как раз учит тому, что для того, чтобы зарабатывать деньги и получать кайф от этого Нужно давать то, что нужно людям И для этого нужно посмотреть, что люди хорошо будут покупать Если вы шьете то же самое, что шьет тысячи других людей И ваш товар лежит на улице, то это сложно Нужно владеть рекламой, нужно маркетингом, чтобы продавать Тоже можно продавать, но нужно уметь, нужно любить процесс продаж Нужно понимать, как людям объяснить, что ваши товары лучше других Вот интернет-магазины, они же постоянно создаются Десятки тысяч создаются А есть какие-то огромные, которые раскрутились Вот стали, вышли на миллиардные обороты Хотя все те же товары, что и других магазинов Которые там всего лишь на десятки тысяч или на сотни тысяч Или на миллионы рублей Кто-то уходит на миллиарды А как он уходит? Ну вот человек кладет энергию, думает, что-то реализует Живет этой жизнью, живет магазином Но не живет тем, что он сидит, шьет или там бегает, покупает материалы Пугается, прошивает А тем, что он создает процесс, организует процесс А у него его сотрудники являются техническими исполнителями Вот примерно так Что я могу порекомендовать? Значит, придумать все развлечения Вот на поверхности лежит это развить ваш бизнес И ломануться, сказать, тому, чтобы реализовать его Ну, кредиты не берите, пожалуйста Делайте все без кредитов Шамсудину хорошо говорит, что, сказать Вообще ни копейки не тратьте Начните продавать новую продукцию Если она продается, если есть спрос То только тогда начинайте заниматься ее производством Потому что люди сначала откроют магазин там Или производство, сказать, пододелают вещи Потом начинают бегать по улице Люди, купите у меня Люди ходят, сказать, мимо Говорят, да, у нас все это есть Зачем ты это сделал? Нам это не нужно Это стандартное неправильное поведение бизнеса Так, идем дальше Так, значит, спасибо за огромное, за вашу методику Сейчас к вам вопрос Очень мучает в последнее время Это предчувствие, переживание по поводу землетрясения Я живу в Загребе, Хорватии Где в этом году началось сильно трясти Имеется в виду землетрясение 22 марта Более тысячи землетрясений И первое было силой 5,7 баллов В течение лета слабее Почти прекратилось вступление осени И вот сейчас опять 28 декабря Снова два сильных толчка с тряской Еще много легких Дело в том, что Ко мне уже длительный период Приходит такое чувство Сильных толчков и тряски внезапно Несмотря на то, что я не думаю об этом Раньше никогда при землетрясении не присутствовало В течение одной секунды Сквозь голову проходит тряска, колебания дома И ужасный звук Подскажите, пожалуйста, как решить проблему страха и предчувствия С уважением, Алена Алена, смотрите Вы как бы Четко не написали У вас предчувствие реального землетрясения Либо у вас просто состояние вот такого Повторения землетрясения А реального оно не происходит То есть вы стали экстрасенсом Который чувствует будущее Предчувствие, так сказать, напряжения в земле Готовность земли к толчкам Либо это просто у вас страх Воспроизводит ваш страх Который, значит, повторяет ваш страх Который у вас был, значит, вот некоторое время назад В марте месяце, когда был сильный толчок И вы испугались Если у вас открылся дар предвидеть землетрясение Пусть даже за минуту или за две Ну это хорошо, как бы Пользуйтесь этим То есть пошло предчувствие Значит у вас есть минута Бежать до двери, выскочить на улицу Чтобы вас не придавило вашим домом Стены разрушились Пользуйтесь этим И помогайте людям Значит Это сенсорика В принципе сенсорика Можно ее понизить Путем Ну грубой пищи, например, можно Если больше есть мясо Выпивать Алкоголь Не стать запойным пьяницей А сказать так То сенсорика понизится И вы перестанете чувствовать Я думаю, что я с этим сталкивался Вот Организм увидит, что вы не хотите чувствовать ничего И сказать Он закроет эту способность Если же у вас страх Вот просто повторение Ощущений Но при этом нет подтверждения во внешнем мире Что вы не чувствительны к внешнему напряжению Почви земли А просто у вас трясет от страха То тогда нужно поработать со страхом К чине одной секунды Свою голову проходит тряска Колебания дома и ужасный звук Ну я боюсь, что Значит, если это страх То очень сильный сигнал И мои приемы будут слабоваты Здесь нужно, пожалуй, психотерапевта Чтобы он дал вам Какие-то тормозящие таблеточки Чтобы они, значит, тормозили Вашу нервную систему Которая вот так странно Воспроизводит звук Ну посмотрите На сайте Свяшу Есть раздел Убираем все страхи И там есть видео О походке на театр, по-моему, называется Там нужно вспомнить вот это ваше переживание И на экране прожить его И заменить экран И новую картинку пустить Как будто такого переживания не было Что вы ничего не чутили Никакого землетрясения не было Просто соседи громко там включился телевизор Звук и вы на нее среагировали Например Вот какую-то картинку пустить Которая не будет повторять ваш страх Во время реального землетрясения Я думаю, 3-5 раз повторить это упражнение Возможно, ваш страх уйдет Попробуйте этот прием Он иногда дает хороший результат То есть переписать у себя подсознание Там, где хранится картинка О вашем страхе реально пережитом В марте месяце Переписать на другую картинку Как будто этого события не было Оно не произошло И тогда у вас в голове перепишется картинка И собственно страху не на что будет опереться Примерно так Если это вас предчувствует То есть вы стали экстрасенсом Но не уровень Ванга, конечно А начали чувствовать Вот эти самые Напряжение в земной коре Спортите это для себя Раз вы живете в такой местности Где это будет полезно И организм идет вам на помощь Он просто помогает вам выживать В этой опасной среде В которой вы живете Примерно так Если что-то непонятно Напишите Посмотрим дальше Что получилось Так Мария Здравствуйте Я в разводе Моей дочери 14 лет Недавно дочка начала говорить Что чувствует себя мальчиком Постриглась под мальчиком И мальчик говорит Что может будущего сменить пол В детстве у нее всегда было мало друзей Она росла в спортивную ребенку В лету семена носила В основном только брюки, шорты В классе она изгоя Кружей считали вообще Обращать на нее внимание Говорит, что она ведет себя как мальчик Скажите пожалуйста Что может быть причина того Что она чувствует себя мальчиком Может ли это исправить и как Ну я понимаю Чувство матери Ребенок, который девочка Которая ведет себя как мальчик Ну вот Те симптомы, которые вы описали Похоже показывают Что Возможно быть Какой-то сбой в программе поведения Чем он вызван неизвестно Нас наука это не понимает Но такие ситуации бывают У нас же Трансвеститов Люди, которые сменили пол Значит Много И это Их количество увеличивается И это объективная реальность С этим нужно Понять Конечно, если вы не согласны Вы будете пытаться Как-то это отменить Но Если ваш ребенок Выберет Значит Быть мальчиком То вы Вряд ли сможете Это изменить Поэтому Как с точки зрения психологии Я бы рекомендовал вам Заранее прокрутить Эту картинку в голове И принять Что я принимаю Моего ребенка Таким, как он Я принимаю Мою дочку Такой, как она Я принимаю Мою дочку Мальчиком Принимаю Девочкам Принимаю Вообще Бесполой Вот И все равно Я люблю ее Независимо от того Какие у нее Будут особенности Психологические Вот Поработать С прощением Жизни Которая Подсунула Такой Непонятный Подарок Но Это лучше Чем если Ребенок Родился С ДЦП И всю жизнь Был уродом С болезнью Какой-нибудь Без руки Без ноги Бывают же Люди С плохой Головой И потом Это Мучение На всю жизнь У вас ребенок Здоровый Но единственное Что он не признает Свои Половые признаки Свои гениталии И говорит Что я другой И поведенческая модель У него другая Ну что бы сказать Бывает в жизни Огорчение Исправить Скорее всего Вы это не сможете Потому что Эти программы Прописываются На глубинном уровне И Значит С моей точки зрения Нужно просто Спокойно Доброжелательно Отнестись к этому Сказать спасибо Вселенной Что мой ребенок Здоровый Что он учится В школе И что он Вот Живет со мной Ну а то Что он будет Мальчиком Или девочкой Какая вам В конце концов Разница Если вы там Придумали Что вот она Родит мне внуков Я буду их воспитывать Ну придумайте Другую картинку мира Ваш ребенок Не обязан Ее Значит Эту картинку Реализовывать Хотя родители Конечно пытаются Засунуть Ребенка В эти ниши Но у кого-то Вот Инстинкт продолжения Рода Сильно Реализовывается У девочек Они там заводят Детей Два Три Ребенка Вот Не понимаю Зачем это нужно С моей точки зрения Вот Значит У кого-то Вот она говорит Я вообще мальчик Ну что же Скать Любите Скать Полюбите меня Такой Какая есть Полюбите меня Такой Скать С всеми Моими тараканами Вот Собственно У вас Выбор Выбора Особого нет Либо Покрузиться в горе Преческать Претензии к жизни Принятия к кому-то Только потому Что ребенок Не такой Как вы хотите Почему он должен быть Таким Как вы хотите Он такой Как он есть И Скажите спасибо Что он пришел И хорошо Что он здоровый Хорошо Что он Развитый Что у него нет Там Мозговых Сбоев Или нет Падемических Сбоев Но единственное Она не признает Свои гениталии Такое вам Дело до конца В конце концов До того Какие гениталии Вашего ребенка Вот Так что Поработайте с прощением Жизни Поработайте с прощением Себя И спокойно Прожелательно Относитесь к любым Заявкам Вашего ребенка Может она побесится И это пройдет Может быть нет Кто знает Может быть до конца Останется Это дело Стать мужчиной Она не сможет Сменить пол Она не может Не сможет Но как бы На полном уровне Физиологически Но вести себя Как мужчина Она может И в этом Нет ничего Сочувствую Но как бы Предлагаю Успокоиться И перестать париться По этому поводу Так Письмо От Анонима Думал Слушать Настрой Я Источник Сексуальности Но Подсознание Сказало Что Из-за Установок В этот Настрой Есть риск Уйти Будет Разврат Скажите Пожалуйста Как Использовать Этот Настрой Чтобы Раскрыть Сексуальность Экологично И безопасно То есть Я хочу Сексу Но я бздю Что я Значит Стану Чересчур Развратный Стану Чересчур Развратный С пацанами Научилось Общаться По тренингу Тайный код Подсознание Если не захочется Отвечать на этот вопрос При всех Вы бери Может так же Наверное Получить ответ Значит Как Не стать Развратным Человеком Я честно говоря Когда составлял Программу поведения Для настроя Источники Сексуальность Совершенно Не думал Что попадется Человек Которому будет Это страшно Открывать Сексуальность Потому что Либо ты ее открываешь Либо ты ее не открываешь Открыть Немножечко Значит И посмотреть Ну наверное Можно То есть Что Взяли Источники Взяли Настрой Источники Сексуальность Включили Послушали У часов Тридцать Посмотрели Как Ваш Сексуальность Вроде Пока Не появилось Ничего Ну хорошо Еще Еще Часов Двадцать Покрутили Послушали Посмотрели Ага Уже Скать Там Интерес Повелся Уже Начало Но еще До дела До секции Не дошло Ну хорошо Еще Часов Двадцать Послушали Уже Стала Обращать Внимание На призыв Мужчин Значит Уже С парочкой Как С тренажерами Пообщалась Вступила В отношения Мне это Понравилось Ну пожалуй Мне хватит Все Больше Не слушайте И там Сексуальность Уже Поддерживайте Естественным путем Путем Общения С тренажерами Или может Кого-то Вы любитесь Вот Или может Муж есть Или кто-то Любимый Там Вот Будете С ним Это все Проверять Вот То есть Понемножку Загружайте В себе Программу Потому что Настрою Не дает Сразу Такую Полноценную Программу Все Теперь Ты блудница Будешь Кидаться На всех Мужчин Затаскивать В постель У тебя Как это Называется Нимфомания По-моему Вот Когда женщине Хочется Спать Со всеми Мужчинами Это То Совершенство До которого Вам еще Дойти Идти 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 Тем более С вашими Страхами Поэтому Настрою Слушать Можно Но Единственное Что Послушив Ну Говорю Читил Тридцать Сделайте Перерыв Посмотрите Произошли Реальные изменения Вашего поведения Не произошли Еще Число Двадцать Слушайте Останавливайте Перероделайте Перерыв Потому что Это новое Утверждение Укладывается Подсознание Но пока Они Перехватят Управление Вами Вычислят Те ваши Убеждения Которые Там Это Все Непростой Процесс Длительный Вот У вас Еще Страхи Есть Поэтому Перейти В мудницу У вас Такого Роскошного Результата Не произойдет Стать Просто Женщиной Которая Интересуется Сексом Есть Возможность Ну Вот Надо Этим Заниматься Нужно Можете Слушать Настрой Совершенно Спокойно И Игнорируйте Ваше Подсознание Потому что Оно Наше Подсознание Как бы Или даже Скорее Рептильный Мозг Через Инстинкт Выживания Говорит Ничего Не Меня Ничего Не Измени Опасно Секс Послушаешь Станешь Блуднеец А деньги Займешься Деньгами Станешь Преступником В тюрьму Попадешь Ты дам Ребеночка Захожешь Ребеночек Родится Больной Будешь Мучиться Слушать Ничего Не Меня Сиди Вот И Он Прав По Своему Его Точке Зрения Безопасить Себе Вообще Всего Ничего Вообще Не Делать Вот Но Жить Жить То Надо Чего Хочется И Секса Хочется И Ребенка Хочется И 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 Поэтому Надо Приступать Свои Страхи И Совершать Какие-то Поступки В данном случае Можете Выступать Поступки Связанные С Загрузкой Себя Убеждений Относительно Своей Сексуальности Вперед Так Следующий вопрос Подарок Начальнику Или Коллеге Тем Людям Я считаю Что Подарки Дарить Нужно Тем С кем Тесно Общаюсь И Тем Кому Я Хочу Последний Раз Я Сказал Что Не Буду Сдавать Без Объяснений Но Потом Неприятное Чувство Неприятное Себе Чувство Даже Немного Виноватые Чувствуют Что Другие Обо Мне Не Хорошо Подумают Даже Отношения Становятся Натянутыми Напряженными Как Не Принимают Меня В своей Стае Но Сдавать Не Хочу Всем Подряд Подскажите Как Можно Отвечать Доброжелательно Чтобы Не Чувствовать Сгоем Среди Или Жадной Вы Светлана Вы Совершенно Правильно Написали Что Когда Вы Начинаете Нарушать Устоявшиеся Вашей Среде Правила Вашей Компании Ведем Принято Дарить Подарки Как В известном Фильме Служебный Роман Вот И Вы Нарушаете Правила Стаи И Стаи Может Что-то Сделать Отторгнуть Вас И У Вас Возникает Чувство Недовольства Собой Чувство Вины Что Я Нарушаю Я Станусь Плохой Окружающим Людям Потому Что Они Это Дают Деньги А Я Не Даю Получается Что Я Ставлю Себя Чуть Не Выше И И И И Дорирует И Устаевшиеся Правила Они Начинают Меня Выталкивать Из Своей Среды Потому Что Я Не Такая Совершенно Естественные Процессы Бывают Процессы Когда В Компании Принято Ругать Директора Если Вы Поработать С прощением Директора Перестанете Его Ругать То Люди Подумают Что Вы Ему Доносите Или Вы Перешли В Стая Стая Начнут Вас Что Можно Вам Порекомендовать Вы Можете Давать Деньги Можете Не Давать Главное В том Что Как Хотите Главное Чтобы Вы Не Чувствовались Виноваты Чтобы У вас Не Была Идеализация Общественного Мнения И Идеализация Несовершенства Несовершенства Я Не Могу Делать Плохо Окружающим Людям Потому Что Когда Я Идеализация Общественного Мнения И Хочу Чтобы Люди Меня Осуждали Если Вы Уберете Себя Эти Идеализации То Вы Загрузите Себя Поработать С прощением Себя Загрузите Себя Убеждение О том Что Ныне Я Позволю Окружающим Людям Думать Моим Сотрудникам Коллегам Думать О мне Все Что Угодно Ныне Я Сама Решаю Кому Мне Давать Деньги И Кому Не Давать От Ныне Я Сама Решаю Спокойно Принимаю Решение Отказывать Незнакомым Людям В Деньгах На Подарок От Ныне Я Спокойно Прожелательно Отношусь Любым Попыткам Вынуть Мне С кармани Деньги И так Далее Пишите Себе Десяточек Подобных Позитивных Тверждений Отменяющих Вот Эти Ваши Переживания Отменяющих Ваши Позволяющих Вам Совершать Те поступки Которые Вы хотите И Вы Дальше Начнете Руководствоваться Уже Своими Поступками Вы Спокойно Прожелательно Говорят Нет Я Этого Человека Не знаю Я Не Буду Давать Ему Деньги Вот Возможно Вас будут Студить Возможно Говорят Ну Как же А все Сказали Возможно Что Организуется Какой-то Недоброжелательство По отношению К вам Вы Посмотрите Как Ваша Позиция В этом Офисе Важно Чтобы Вас Не Начали Выживать Из Коллектива То есть Когда Я Просто У меня Была Помнится Ситуация Где-то Видео Есть Девушка Желала Что Сера Галь Начальника Она Прочитала Книжку Что Начальник Бедный Несчастный Нужно Посочувствовать Вот И Она Поработала С ее Прощением Перестала Осуждать Начальника Вот Так Остальные Сотрудники Ополучились И начали Выживать Из Компании Мне Работа Нравится Не Хочу Уходить Что Мне Делать Как Мне Выжить В Компании Но Я Посоветовал Что Поиграйте В Ее Уволили Смотрите Если Вашем Коллективе Значит У вас Тоже Начнут Прессовать Начнут Выживать Потому Что Вы Другой Чет Ну Тогда Может Стоит Все Так Пожертвовать Деньгами Но Вы Будете Давать Деньги Не На Подарки Людям А Вы Будете Покупать Себе Место В Этом Коллектив Потому Что Вы На Этой Работе Вы Как Б Эта Работа Предполагает Что Часть Денег Которую Заработали Вы Должны Отдать На То Чтобы Соответствовать Правилам Принятым Вашем Коллективе И Вы Тогда Через Раз Отдаете Деньги Говорите Людям Что Нет Я Такая Как Вы Я Среди Вас Не Нужно Меня Изживать Они Успокоятся И Перестанут Вас Прессовать Если Это Начнется А Может Они Просто Обратят На В Вы 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 Свою Сумму Деньги Которую Вы Сохраните В Кармане Вот Прежде Чем Совершать Действие Нужно Выйти Из Борьбы С Коллективом С Чувствами Вины Пора Убрать Свою Идеализацию А Дальше Перестать Давать Деньги И Посмотреть Как Коллектив К этому Отнесется Если Скажет Немножко Станет К вам Критичен Но Никаких Реальных Действий По Вашему Вытеснению Из Своей Стаи Не Предпримет То Вы Очень Просто Жертвуете Хорошим Мнением О вас Но При Этому Вы Получаете За Это Бонус Ведите Тех Деньги Которые Оставляете У Себя Если Вы Увидите Что Коллектив Начнет Вас Стараться И Жить Потому Что Чужая Ну Тогда Придется Приплачивать Потому Что В этом Монастыре В этом Вашей Организации Такие Правила Что Нужно Пожертвования Проводить На Дни Рождение Праздники И Вам Придется Приплачивать За Это Для Чтобы Остаться В этом Коллективе Без Суждений Без Недовольств Просто Понимая Что Я Не Могу В Чужой Монастырь Своим Уставом Не Ходит Примет Ли Ваша Компания Вас Если Примет Успокоится И Перестает Вас Прессовать То Тогда Живите Себе Спокойненько Просто Наши Станут Немножко Более Холодными Менее Душевными Скорее Всего А Значит Если Вас Начнет Изживать Потому Что Вы Вроде Чужой Монастырь Своим Уставом Не Принят То Тогда Придется Доплачивать Потому Что В этом Монастыре Так И Прав Вот Так Люди Устроены И Нужно С Этим Считаться Иначе Они Бессознательно Начнут Вас Прессовать Но Прежде Всего Нужно Поработать С Поработать С С Убрать Эти Идеализация Освободи Совершенства О том Что Вы Не Можете Доставлять Переживания К Окружающим Людям Можете Они Сами Выбирают Испытывают Переживания Они И вы Они Пытаются Вас Заставить Делать То Что Вы Не Хотите И Вы Играючи Не Позволяете Это Делать И Значит И И Я Позволю Людям Мне Все Что Угодно Я Люблю Себя Одобряю Себя Восторг Себя Мне Все Замечательно Примерно Так С С Создавая Три Методики В области Образования Мне Кажется После У меня Появилась Тревожная Невралгия Симптомы Нехватка Воздуха Облегчение После Отрыжки Ком Горли Сердцебиение Тревогой Страх Ком Горли Сердцебиение Тревогой Страх И Тревогой Страх То есть Примерно Страх Ну Здесь Нужно Посмотрите Значит В чем Значит Причина Вашего Страха Чего Вы Испугались Возможно Вы Испугались Что У вас Вы Открыли Три Методики И Смотреть По сторонам И Значит Переживать Я Вот Когда Свою первую книжку Написал Как быть Когда все не так Охочется Это было Там Потому что Двадцати лет Назад Издал ее И получал Несколько Писем О том Что Люди Написали Что Я знал Все Это Самое Но Я Никому Не Говорил Потому что Боялся Сказать Что Украдут Другой Сказал Что Я Значит Не Решился Кому Рассказать Еще Что То То Люди Вели Себя По разному А я Взял Книжку Написал И Широко Расскрыл По стороне Информации Она Пришла К разным Людям Но Кто Ее Делится С другими И получает На этом Свои Бонусы Благодарность Людей А кто Пугается Что Меня Окрадут Что Меня Обманут Что Меня Что Еще Сделают И Начинает Я Внутри Давить Живет В страхах Смейте Их Реализовать Что 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 Вам Это Будет Плохо Этот Страх Начал Вас Пугать Если Это Не Так То Я На Вашем Месте Обратился К Психотерапевту Если Это Так То Нужно Как Можно Больше Попытаться Поскорее Реализовать Куда Опубликовать Столбить Авторство Открыть Сайт Начать Эти Методики Преподавать Их Начать Отдавать Людям И Вы Энергию Пустите Вперед Укормят Люди Хорошо Но Вы Причите Пользу Человечеству Кто-то Немножко Искользит По-другому Назовет И Начнет Использовать Но Все равно Вы Принесли Пользу Людям Радуетесь Этому Что Вы Придумали Что-то Хорошее Примерно Так Не Старайтесь Удержать Себе Потому Что Появляется Такой Негатив Что Я боюсь Что Не Держу Не Сохраню Кстати Свяжу Есть Раздел Убирая Все Страхи Идите Почитайте Что Такой Страх И Примите Приведенные Там Приемы Попробуйте Обсмеять Свою Страх Попробуйте Перейти В Гротеск Еще Что-то И Тогда Значит Возможно Он Вас Покинет Ну А Так Психотерапевту Пусть Он Пропишет Табляточки И Уберет Пропишет Дальше Так Каждый человек Стремится Чтобы Ему День Рождения Расслабление Удовольствие Веселье Радости Убирает Ли Все Эти Мероприятия Эмоционные Блоки Алексей Алексей Не Убирает Значит Вожди Нагорчить Иначе Значит Вожди Нагорчить Иначе Если Вы Все Время Пребываете В Удовольствиях То Вы Просто Не Наберете Эмоционный Блок Потому Что Вы От Одной Радости Переходите К Другой Вот И У вас Нет Оснований С кем-то Ругаться И Накапливать Эмоционную Грязь Эмоционные Блоки Заряжены Борьбу С Конкретными Людьми Или Обстоятельствами Если Вы В какой-то Момент Не Не Были Заняты Удовольствием Потому Что Перерыв Праздника Был А Просто С кем-то Значит Праздник Пройдет Очередной Вы Опять Начнете Бороться Человеком С Каким-то Или Ситуацией И Значит Блок Тогда Понадобится Блоки Требуют Отдельные Команды На Свои Убирания Праздники Их Не Убирают Так Мне зовут Юлия Мне 28 Лет Есть Дочь 4 Года Не замужем Живу С родителями У меня такой вопрос Как быть Если Ничего Не хочется Ничего Не интересно Как будто Усталость Живу Непонятно Зачем Ради Дочери Есть Хороший Доход Благодаря Отцу Который Помог В свое Время Создравляем Порядок В целом Какая-то Лень Упадок Сил Просто Плыв По течению Хочется Постоянно Лежать И Смотреть Фильмы Чувствую себя Нытиком Читал Уже Книгу Угнить Пока Не поздно Она Помогла Мне Справиться С У нас В этой Жизни Развлекать Не будет Поэтому Люди Придумывают Сами Развлечения Вам Не повезло Что Вам Папа Дал Сразу Денег От Рождения Много И Поэтому У вас Нет Мотивации Зарабатывать Карьеру Устроить Двигаться Создавать Свою Бизнес Что-то Создавать Это Типичное Как Люди Себя Развлекают Развлекают Они Себя Тем Что Они Зарабатывают Мало Денег И Потому Что Нужно Они Помрут От Голода Поэтому Нужно Идти На Работу Часто Нелюбимую Какую-то Совершать Какие-то Действия Непонятные Им Потом Возвращаться Домой Есть Пить И так Далее То есть Потребность Потом Детей Рожают Дети На 20 лет Все Развлечения Первые Два Года Просто Нужно Колбасой Носить Ребеночка Который Четыре Года Или Пять Лет Потом Водительский Сад Потом Водить Школу Потом Начать Женить Или Замуж Отдавать Потом Воспитывать Внуков В общем Они Придумали Себе Такую Жизнь В которой У них Все Есть Забота И хлопоты Если Человек Выпадает Из На Здоровьем Порядок Что Со Здоровьем Не Поборешься Вот И Поэтому Никакой Мотивации Действовать Нет И Рогиз Не Дает Энергии Рогиз Дает Энергии Для Чтобы Вы Что То Преодолевали Что То Побеждали С Чем То Боролись Вот А Вы Это Не Делаете И Соответственно Нет Никакой Мотивации Давать Энергии Давать Энергии Даже Если Вы Начали Заниматься Спортом Скажем Там Бегать На Лыжах Ходить Походы Ездить Путешествия То У вас Была Энергия Хотя Бо На То Чтобы Вот Вы Сначала Думаете О Путешествии Куда Вы Поедете Как Вы Поедете Готовитесь Ну Конечно Хорошие Не То Что На Круизном Лайнере Там Где 6000 Человек И Вы Один 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 Шести И Все Спуститься В Лошадях Поскакать Вот Заставить Себя Усильно Но Когда Вы Будете Совершить Действие Бессмысленное По сути Потому что Путешествия Никого смысла Не имеет Но Вы Будете Получить Удовольствие От того Что Вы Преодолели Что Вы Смогли Что У вас Получилось У вас Получилась Компания Людей Которые Этим Живут И Вы Тем Сам Слегка Себя Развеселите Секс Обычное Развлечение Ну Видите Вы С помощью Книжки Непонятно Как Решили Задачу С любовными Переживаниями Потому что Любовные Переживания Это опять Переживания Это энергетика Высокая Я хочу Его Я хочу Секса Я хочу Любви Я хочу Заморства Но Видимо Там что-то Не получилось И вы Значит Вы Убрали Это И вы Закрыли От себя Любовные Переживания Хотя Это Развлечение Которым Живут Некоторые Люди Всю Жизнь Я На тренинге Была Женщина Которая Я живу Страстью Мне спокойная Любовь Не нужна Мне нужна Страсть Она длится Примерно Год Полтора Я Ищу Объект Которого Я буду Испытывать Страсть Потом Я его Вырываю Из мира Женат Я живу С ним Полтора Года Потом Страсть Спадает И мне Это скучно Я бросаю Еще Следую Мне было Лет 45 Она так Довольно Выглядел Немножко Как бы сказать Не знаю Как про женщину Сказать Поюзанной Уставшей Немножко Но она Год Недавно Нашла Очередного Мужчину Увидела В ресторане Сердце Забилось Этому Подошла Сказала У меня зовут Так Ты будешь Моим Он сказал Я женат Мне ничего Не надо Нет И потом Раскрутилась Все Пошло Пошло Она Гиперсексуальная И поэтому Мужчина Конечно На нее Западает Вот Вот Она Нашла себе Такое Развлечение Жить Страсти На Дриве На Огромном Хроническом Стрессе Там Если Даже Уйдет Из жизни 50 лет Ну Скажет Я Поживал Классную Жизнь У меня Было 25 Любовников И Я Двадцать Пять Раз Испытывал Жизнь Страсти Другие Люди Один Раз Два Раз Три Раз Может Испытать А у Мне Это Было Постоянно Поэтому Никто Вам Разлечений Никаких Не даст Может Организм Вам Создаст Заболевание Придется Бороться За Жизнь Я Встречал Таких Людей Я Когда Проводил Тренинг В Лондоне По-моему Давно Было Там Девушка Сказала Мне Говорит Ребенка Какая Ваша Цель Жизни Я Проводил Вопрос Частлив Там Чем Двадцать Было Вот Девушка Одна Говорит Я Хочу Ребенка И Умереть Так Опешили Зачем Вам Ребенок Ну Родители Достали Давай Рожай Ребенка Рожай Ребенка Вот А умереть Зачем Мне Не хочется Жить Мне Нет Никаких Интересов Ни 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 Я Хочу Умереть Ну Вот Что Можно Сделать Человек Который Поставил Пред Собой Цель С точки Зрения Вселенной Сказать Бога Или Кого Кто За Им Присматривает Это Не Имеет Никакого Значения Какую Цель Пред Собой Поставили Если Вы Выберете Умереть В 30 Лет Душа Бессмертная Я тоже Я так Считаю Она Просто Пришла В эту Жизнь Попробовать Все Вкусное Что В этой Жизни Есть Секс Путешествия Борьба За Выживание Карьера Криминальные Истории И прочие Вещи Болезни Человек Развлекается Этим А если Выбор Лежать На Диване А потом Тихонько Помереть В конце Концов В следующей Жизни Когда В очереди Стоять На Реинкарнацию Не знаю Сколько Лет Сотни Лет Десятки Лет Вот И Стоять В очереди Люди Будут делиться Души Будут делиться Впечатления Как ты Проживаешь Я так А я ругалась С мужем А я там Три раза Замужем Был А я пять Раз Замужем Был А у меня Двадцать Любовника А у тебя Чего Был Ничего Не было Я лежала На диване И двадцать Тридцать Лет Померла Ну Скажешь Вы дура Зачем Ты опять Идешь Туда Раз Ничего себе Не придумала Вот И эти Могут Вас из очереди Убрать Потому что Вы не умеете Порстить Возможности Которые Дала Вам жизнь То есть Вы получили Возможности Реализоваться В красивом Месте Где Огромное Количество Различных Развлечений Люди Живут Телезор Включите Воюют Там Значит Дерутся За власть Значит За моду За деньги Значит За влюбленных Там В общем Живут Полноценной Жизнью Они Сами Придумали Развлечения Потому что Потребности В этом Может Особо Нет Или Может Они Сами Создали Не Сознавая Не Получая Много Денег Они Значит Все время Создают себе Потребность Создавать Док Создавать Се Деньги И Собственно Это Наполняет Смысл Моих Жизнь Вот Так Что Юля Пожалуйста Попробуйте Что-то Ну Вот Я Уже Ездил В Сибирь На вертолете Нас забрасали На плата Путорана Мы там Неделю Спускались На лодках Ни одного Живого человека Не было Пока мы Спускались Там следы Были Там Какие-то Путешественники До нас Были Но пока Мы спускались Ни одного Живого человека То есть Лос Едино раз На нас Вышел На нашу Стоянку Медведей Не было Хотя Бывает Что Медведи Уходят Вот Ловили Там Не было Прохладно Было Вот И хочется Съездить На рыбалку Куда-нибудь В Восточную Азию Там Где Вот Ну именно На рыбалку Не просто Путешествовать Потому что я Была И в Австралии Была И в Непале Была Где только Не было Но хочется Вот именно Приехать Чтобы На корабле И там Недели Полторы Поплавать И Позабрасить Удочки В лесной Поймать Рыбу Ну Это все Стоит Десятки Тысяч Долларов Готовки Вот Ну цель Такая стоит И рано или поздно Я туда съезжу Я надеюсь Вот так что Юля Значит Я вам сочувствую Но Развлекать Все должны Вы сами Никто Этим Заниматься Не будет Так Ситуация Такая Ребенок Ходит в садик Но ходит От силы Три дня На четвертый день Заболевает И это уже Два года Такое Мы вылечиваем Через два недели Снова идет То же самое Происходит Как бы мы его Не одевали Чтобы не делали Но через три дня Он заболевает Скажите Это у нас родители Дело То что мы уже Подсознание Ждем Что через три дня Он заболеет Или просто нам Говорят Что не надо Туда ходить Это не ваше Дмитрий Дмитрий Я думаю Что Вы тут Ни при чем Совершенно Ребенку Не хочется Сказать Детский сад У него там Какая-то проблема Может он Не говорит об этом Возможно Он поссорился С воспитателем Ему не нравится Воспитателю Он там Терпит его Три дня Четыре А потом заболевает Скорее всего Это так Выход Можно попробовать Сменить детский сад На другой Возможно Там не будет Того воспитателя Или группу Вот Посмотрите Может не заболеть Либо Вот Есть такой психолог Николай Козлов Он рассказывал У него там Три или четыре ребенка Вот Он рассказывает Если этот ребенок У меня заболевает Не ходит в детский сад Или в школу То я Не создаю ему Домашний режим Я не хлопачу Я его укладываю В кровать Нахожу самые горькие Таблетки Даю ему там Три раза в день Выключаю телевизор Выключаю компьютер Значит Все выключаю Раз больной Лежи, болей И Каждые три часа Подхожу Спрашиваю У него домашняя работа Часто бывает Спрашиваю Ну как Что ты выбираешь Болеть или быть здоровым У меня больше двух дней Ни один ребенок не болеет Что бы там ни было Ни простуда Ни там Живот Что-то еще Они два дня полежат В таких условиях Когда им не дают встать Не дают пройтись Не дают поиграть С игрушками Не дают Залезть в компьютер Не дают Значит посмотреть телевизор То есть лишают всех развлечений Вот Держат жестко Как больного И спрашивают Что ты выбираешь На третий день Выбирает детский сад Потому что Или школа Потому что это интереснее Значит там куча развлечений Там друзья Там общение И так далее Попробуйте Такое Прием К вашему ребеночку Значит Возможно Что он понял Что дома ему хорошо С ним носится С ним Игрушки С ним сказать Все возможности А детском саду Какие-то ограничения И все Он выбирает Пожить там Где ему слаще Сделайте так Чтобы дома было ему горче Горче И тогда С большой вероятностью Он С большой вероятностью Он перестанет болеть И будет ходить Туда Где ему лучше Все выбирают Где лучше Человек Бессознанательно Стремится Оттал Где ему плохо Где ему больно Туда Где ему Хорошо И приятно Если детское саду Будет более приятно Чем дома Он будет стремиться Туда И вот Это совсем Ну что друзья На этом я заканчиваю Вопросы Значит Ответы Вопрос закончились Вот Пишите Приходите На наш вебинар По здоровому Грузу жизни Я буду 3 февраля Проводить еще Бесплатно Вебинар На эту тему Пожалуйста Слеживайте За нашей рекламой На сайте Подписаться На наши рассылки sv001.ru Зайдите на сайт Оставьте свой номер От почты Электронной Будете получать Наши рассылки Хотя бы еженедельные Там будет написано О том Какие мероприятия Провожу я Вот Надеюсь Мои ответы Дали вам Какие-то Помогли вам Чем-то Спасибо за внимание Друзья До встречи Ваш Александр Свияж Субтитры сделал DimaTorzok